Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня первое видео с излишками моей коллекции на ютубе. Те, кто уже сделал заказы и еще не получил их в порядке очереди, могут сегодня что-то выбрать для себя и добавить другие сорта из тех заказов, которые вы уже сделали. К сожалению, очередь по заказам движется очень медленно, потому что не все отвечают сразу, а один и тот же сорт может быть в нескольких заказах. И поэтому я не могу обработать следующие заказы, пока заказ, который я сейчас обрабатываю, полностью мы его не согласуем. И получается очень долго, и как-то мне жалко времени на все это. Причем сорта перерастают, и у меня очень много деток, которые не рассажены от листа. Мне их просто ставить даже некуда. Поэтому я решила начать делать видео. И в то же время я буду параллельно те заказы, которые мне уже пришли, тоже обрабатывать. Ну вот как-то так. Я живу в городе Рыбинск, Ярославская область. Это от Москвы 300 километров. Это чтобы вы примерно ориентировочно представляли, где я нахожусь. Мой индекс 152,909. И вы можете забить в поиск мой индекс, свой индекс. И посмотреть, сколько будет посылка в пути. Можете вес забить, примерно 500 грамм, чтобы примерно стоимость рассчитать. Потому что вам я это сделать не могу, опять-таки из-за времени. Не из-за того, что я такая вредная, не хочу делать. Нет, просто у меня вообще времени совсем ни на что не хватает. Сейчас и пересадки из-за плохого грунта до сих пор продолжаются. Плюс все так растет очень быстро. Мне нужно и пересаживать, и вам отправлять. И поливать еще надо успевать. Ну сами понимаете, у вас же есть фиалки, и вы знаете. Мой номер ватсапа будет на экране, поэтому вы можете мне писать и ватсап. Летом я ватсап пользуюсь для того, чтобы согласовывать заказы. Так, значит, что у меня есть, что я вам могу предложить. У меня сегодня будут и мини, и стандарты. Вот этот Хантерс, он уже цвел по сорту. Вот такая вот хорошая молодая розетка. Первое цветение было. В этом стаканчике сорт растет 4 месяца. В принципе, вы получив его, можете посадить в свой грунт. Фотоцветение я выставлять буду, чтобы вам не искать, не вспоминать. Вот такой вот красивый. Он даже похожий с пасынками. Пасынки я убирать не буду. Вы их можете сами дорастить, и у вас будет еще одно сортовое растение. Так, это менюшка. Вот это полу-мини Мак Джубилан Джамбори. Очень красивенный сорт, вестролистный. Цветение это моей розетки. Есть таких несколько розеток. Вот Хантерсон один, а Джубилан Джамбори еще есть розетки. Есть с бутонами, есть без бутонов. Ну и, соответственно, будет разная цена. Виллос Рос. Есть несколько розеток. Геллиства. Тоже пересажены они не очень давно. Третий месяц. То есть два месяца с небольшим. Пересадка не требуется. Тоже таких несколько штук. Также есть Энлазоревка. Энлазоревка. Первоцветение. И бутончики есть. По листу похоже, что это больше, наверное, мини, чем полу-мини. Или просто у меня еще не доросла до большего размера. Фотоцветение это вот моей розеточки. Сорт МТ Лунная Роса. С листа селекционера. Прошлый год мне Марина Тутьева присылала этот сорт. Цветы очень красивые. Они такие вот кораллово-рыжие в горошек. Такой как бы лососево-розовый цвет. Очень красивый живьем. Камера красоты не передает. Детки, наверное, подросшие. Это уже больше стартеры, чем детки. Есть вот такой чуть меньше. Есть чуть больше. И еще есть вот такой большой. Это уже молодая розетка. Она на бутонах и еще с пасынком. Пасынок большой. Я его убирать не буду. Вы его сами срежете и укорените. У вас будет две розетки вот этого красивого сорта. Листья тоже в горошек с обратной стороны. С изнанки горошки. Вот такая вот красота. Этого сорта у меня немного. Вот таких вот поменьше розеток. Еще штучки две есть. Вот это вот одна с пасынком большая. С цветоносами. Вроде как и это одна. Сорт СВ Креативная черника. Красивый сорт. В первом цветении цветоносы были длинноваты. А потом все как-то устаканилось. Это молодая розетка. Голова переукорененная. Цвела по сорту. Корни хорошие. В принципе пересадки не требуется. Но можно и перевалить в больший объем. С порта сорта МТ яблочные облака. Немножко другая форма листа и другой цветок. Цветок красивый. Со временем он будет полумахровый. Но нет вот этой вот красивой рюшки зеленой, которая должна быть. Я не думаю, что со временем эта рюшка вырастет. Потому что вот которые розетки у меня первые зацветали, они сразу были с рюшкой. Поэтому это спорт. Если кому нужен такой красивый спорт, пишите. На самом деле цветок ярче. Камера вот этой яркости не передает. Из малышей еще есть несколько штучек. Робско-тон-бал. Они уже цвели. Практически все процвели. И я их пересаживала из-за плохого грунта. Пересадка была месяц назад. Корневая уже хорошая. И вот видно они на бутончиках. Практически все уже бутонятся. Красивенный сорт. Мне понравилось. И все розетки, которые у меня зацветали, они были сортовые. Сортовые солнце-клеш. Это переукорененная голова молодого стартера. Я не помню, цвела она или нет. Но вот такие вот хорошие листья. Переукореняла из-за плохого грунта. Те, кто видели мои видео, я показывала, в каком состоянии были фиалки. И вот сейчас после переукоренения они зеленые, здоровые. Так что этот красивый рюшастый сорт с желтой серединкой вы можете теперь приобрести. Есть еще также цветущие розетки. Вот такая красота РМ Лавиния. Правда, уже сорт отцветает. Но вот такая красивая сортовая розетка. Вот тут уже видно, что цветочки отцветают. Три цветоноса раскрылась. Четвертый я уже убрала. В единственном экземпляре больше этого сорта в этот год не будет. ПТЛ Хмель. Сортовая розетка. Был пересажен стартер. Вот сейчас она вся на бутонах. Первое цветение было сортом. Это уже второе сортовое цветение. Вот такая вот большая красивая розетка. Сорт пестролистный, стандартный. АВ Пающие пески. Все розетки этого сорта сортовые. Все после пересадки. Новый грунт, новые корни. Пересадка не требуется. Все на бутонах. Есть, которые вот только-только зацветают по одному цветочку. Ну, а есть, которые уже цветут, наверное, недели три. Вот такие вот есть, которые побольше. То есть, вы шли ту, которую вы захотите. Вот таких вот больших розеток их мало. В основном все вот такие вот. Как вот эта. Но они на бутонах. Они к вам, когда приедут, они будут расцветать у вас. А вот такие, которые к вам приедут большими, они у вас уже будут отцветать. Потому что уже цветут долго. Так что, выбор за вами. Этот сорт для любителей больших розеток. Розеток. Бакай майохмай. Цветочек немножко заплыл. Но он все равно сортовой. По нему это видно. Цветение это моей розетки в прохладе. Там очень много белого. Только глазок остается розовый. Розетка очень красивая. Очень красивая пестролистность. Но на камеру ее, конечно, не особо видно. Тоже недавно пересажена. Но растет очень быстро. Буквально пересажена полтора месяца назад. Вот такая вот уже большая. Таких розеток несколько. Такого сорта. Есть чуть больше, есть чуть меньше. Ну и, соответственно, разные цены. АВ Королевская Герань. Ну просто королевские помпоны. Просто шикарные. Несколько розеток есть этого сорта. И все они вот с такими вот помпонами. Все уже в цвету. Зацветает сорт рано, быстро. Розетка малый стандарт. Сейчас, конечно, сорт немножко подзаплыл. Каемок белых меньше. Но на каемках на белых есть все равно зеленца. Камера не особо передает эту красоту. Но сорт действительно шикарный, достойный в коллекции. И занимает мало места. Еще одна красавица, новинка моей коллекции. Эсвей Лили Нуаш. Это второе цветение после пересадки. И в этот раз цветоносы уже не такие длинные. Первое цветение были цветоносы вообще валялись. Очень красивые цветы. Салатная карандашная кайма не пропадает. Очень яркие, насыщенные. Розетка пестролистная. Какая будет в будущем, я не знаю. Потому что розетка не повзрослела. Оставила себе одну. И вот дублями хочу поделиться с вами. Вот этот дубль, наверное, последний. Потому что один на броне. Не знаю, возьмут его или нет. Просто за него денежка не заплачена. И если его не оплатят, то в принципе он в продаже будет. Затерялась тут миниатюрка еще. Энг Этюд в розовом. Цветение это моего растения. Но это малышка тоже. Наверное, будет сортовой. Потому что вот видно розовый глазок в центре. Даже не распустившийся цветок видно. Белые края. И небольшая карандашная кайма по краю лепестков. Вся на бутонах. Две штучки такие есть. Того гляди распустятся. Переслать тоже вам могу. Листья очень красивые, пестролистные. Ну, возможно, от того, что лишка света. Вот на серединке пестролистности еще нет. А вот здесь, на крайних листиках, видно, что ее много. То есть она будет очень красивая. Молодая розетка. Первое цветение. И пересадка нужна будет только уже после того, когда сорта цветет. Есть три розеточки сорта ЛФ Алиса. Белые цветы с розовыми разводами. Первоцветение. Вот есть такая розетка ЛФ Алиса. И еще есть две чуть больше. Вот такая вот. То же самое зеленца на лепестках и розовинка в центре. Сорт иногда распускается сначала полностью белый, а потом уже начинает розовая проявляться. Вот первое цветение. Цветы были совсем белые. Потом я их удалила, эти цветы. И вот такие вот начали распускаться сортовые. К сожалению, камера розовый цвет здесь не передает. Здесь его не так много. Очень красивая пестролистная розетка. И очень интересный лист. Он как бы такой вот пупырчатый. Необычный. Еще у меня есть одна ЛФ Алиса. Но я там не поняла, сорт в будущем будет или не будет сорта. Вот такая вот большая. Цветы белые с зеленцой. Розетка пестролистная. Но ни на одном цветочке. Нет, вот здесь вот было розовое. Вот. Ну вот на этом вот розового цвета очень мало. Хотя вот на некоторых лепесточках, листочках, лепесточках заговорилась. Да, есть. То есть получается где-то больше розового, где-то меньше. Вот такая вот красивая розетка. Она тоже есть в продаже. Так что если будете заказывать, пишите, какую вам ЛФ Алису надо. Где много розового, где мало розового. Или где серединка наполовинку. Тоже новинка моей коллекции. Но я не дождалась его цветения. Возможно, сорту надо повзрослеть, устаканиться, чтобы не были такие большие черенки. Это сорт НС Легенда Века. Цветение из интернета. Цветение красивое. Но я себе пока оставлять его не буду, потому что занимает очень много места. Есть вот такая большая розетка, есть немножко меньше. РМ Изабелла. Это молодая розетка от моего листа. И цветение моего растения. Вот такая вот красивая, большая. Пересадка не требуется. Потому что пересажена месяц небольшим назад. Ей можно дать процвести и потом пересадить. Ну а если вы поливаете не на фитиле, тогда ее можно просто перевалить в больший объем, не дожидаясь цветения. Корни у нее очень хорошие. Так что после того, как вы ее перевалите в больший объем, она, конечно, зацветет более шикарно, чем вот в этом маленьком стаканчике. МТ пески времени. Новинка прошлого года с листа селекционера. Вот такая красивая молодая розетка. Шикарная. Бутончик уже появился там первый. Уже видно. Пересажена она месяц небольшим назад. Красивая розовая пестролистность. Пока в одном только экземпляре. Может потом еще будет. Но вот пока только единственное. Новинка моей коллекции. Р. Лиловый снег. Цветение моей розетки. Вот эта розетка тоже уже процвела по сорту. Здесь подписано, что это сорт. Вот такая вот красивая пестролистная. Это полумини. Сорт Н. Д. Лизонька. Ой. Тоже новинка моей коллекции. Цветение уже моей розетки. Это дубли. Вот такой большой стартер. Есть еще крупные детки этого сорта. Их вообще штук, наверное, 8. Так что кому надо, пишите. Есть цветущие три розетки. Сорт ЕК Розы Снегу. На какой-то розетке больше цветов, на какой-то меньше. Даже в жару вот эта вот салатная кайма яркая. Она не пропадает. С клокамусной листвой. Сорт О. С. Дезире. Красивые белые цветы с зеленцой. Полумахровые анюточки. Пересажен месяц назад. Уже хорошая корневая. Стоял на фитиле. Очень нежная, красивая листовушка. Роб С. Лаки Пенни. Осталось два пасынка. Ну и последние два сорта на сегодня. Сим-Сим Тинни Белс. Вот такие вот розовые колокольчики. Очень изумительный, компактный сорт. Миниатюрка малышка. Она тоже с пасынками. Я их удалять не буду. Можете их отсадить. У вас будет дубль. Дубль вот такой красоты. И еще одна малышка. Это Прише Сред. Вот с такими яркими красными розами. Они даже не красные, а как вот темная свекла. Сейчас на них свет светит от подсветки. Они вот такие вот красные. То есть вот когда на стеллаже они стоят, они вот так вот горят вот таким красным огнем. Изумительный сорт. Вот эти два малыша очень любят пасынковаться. Поэтому у вас будут дубли. Если конечно вы захотите. Ну вот дорогие друзья, на сегодня все. Хотела сказать, что заказы я смогу обрабатывать сегодня и в понедельник. Завтра воскресенье. Я завтра не смогу. Буду очень-очень сильно занята. Поэтому кому я не отвечу сегодня, я отвечу в понедельник. Почта у нас завтра не работает. И послезавтра тоже не работает. Поэтому вот эти вот дни, пока почта не работает, я буду согласовывать заказы. Сегодня я на почту тоже уже не поеду. Поедут заказы, которые до этого согласованные, уже упакованные. А то, что вы сегодня закажете в понедельник, это уже будут отправки со вторника на следующей неделе. Ну вот, наверное, и все. Спасибо, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока.